всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду все домашние колбасники рано или поздно приобретают сувит ну просто потому что без этого девайса мало-мальски большие объемы в домашних условиях готовить неудобно я тоже не сбежал этой участи и приобрел вот такой вот сувит стик в интернет-магазине обошелся мне чуть чуть больше 100 евро сейчас уж не помню я его постоянно использую в колбасных делах и вы смотрите колбасные ролики это видели но постоянно гложет мысль не только колбасу с ним надо готовить вообще-то в ресторанах подобного типа устройства они-то бывают в виде ванны используют для других целей я сегодня решил приготовить с использованием сувит стика мясо от бычка сухой выдержки 28 более 28 дней в сухой камере она выдерживалась обалденная вкусная я хочу сделать его по-ресторанному пришлось разориться для ролика тем более в магазине скидки были не такие толстенные куски отрезали в магазине от такого здоровенного шмата мяса не обошлись они мне по цене в 22 евро за килограмм для наших краев это очень дешево прям бы сырье не ел начну процесс подготовки пока это у меня емкость водой гастро емкость тоже для колбас покупал размер г н 1 1 стоит 20 сантиметров устанавливаю стик сюда это поликарбонат включаю и настраиваю мне нужна температура в 58 градусов я готовлю стейк medium rare сейчас нагреется в чем суть метода приготовления в суиде ну к примеру нравится вам степень прожарки стейка medium rare так вот если вы будете жарить его на сковороде то к тому времени когда температура в центре куска вот здесь вот достигнет нужных нам 58 градусов температура для medium rare вот эти наружные слои которые будут соприкасаться вот этот сковородой соприкасается перевернули соответственно этот соприкасается то вот эти наружные слои будут уже безбожно пережарены и здесь уже будет уже полный well done согласитесь обидно поэтому в ресторанах давно придумали такую штуку берут стейк приправляют ее чем надо соль перец чеснок масло розмарин затем кладут в пакет кстати пакет чтобы лучше запечатывал скрепки надо завернуть вот так вот когда они будут чистенькие и при вакуумировании все отлично закроется так вот вакуумирует таким макаром рестораторы подготовились у них в пакетиках разложенные стейки уже приправленные подготовленные лежат и есть целая кучка там не на 4-5 ванн с уидом в каждой ванне своя температура в одной там для рояль другой для медиум рэй в третий медиум и так далее в каждую положили по нескольку стейков в пакетиках и они лежат там себе зависимости толщины куска там через полтора через два с половиной часа эти стейки полностью готовы но в том-то и прелесть каждый такой кусок лежит в ванне со своей температурой и тот кусок который лежит при температуре 58 градусов медиум рэй он после достижения температуры а мы ее рассчитали по табличке через два с половиной часа может лежать в этой ванне еще час два три полдня и он не переготовится температура выше нужной нам не поднимется то есть стейк постоянно будет находиться в состоянии идеальной готовности и ждать своего клиента когда приходит посетитель в ресторан один заказывает медиум рэй второй тот же вэлдан повар вытаскивает готовые стейки главное не перепутать какому клиенту из какой ванны достать распечатывает эти стейки слегка обсушивая их бумажным полотенцем и буквально за 10 там 20-30 секунд газовой горелкой создает на поверхности стейков румяную красивую поджаристую корочку и в чем главный профит я вам покажу через там два с половиной часа а Слегка подсушить поверхность полотенцем. Так вот, прелесть этого способа в скорости. Температура сковороды не поднимается выше 160-180 градусов. Если ее выше задрать, там масло все сгорит. А температура пламени горелки больше тысячи. Соответственно, скорость появления прижаристой корочки на поверхности куска в разы быстрее. Значит, теплота просто не успевает проникнуть внутрь мяса и пережарит этот самый поверхностный слой. И сейчас вы на разрезе все увидите. Кстати, приятное дополнение. Если мясо готовилось в сувиде, то ему вообще нет нужды отдыхать перед подачей. Оно и так имеет равномерную температуру по всему объему куска. И все соки там распределились уже сто лет равномерно. Когда мясо еще плавало в ванне с водой. Но если вам нравится другая степень прожарки, вы просто в ванне с сувиде выставляете нужную вам температуру. И получаете тот кусок, какой вас устраивает полностью на все сто. Видите, какой тонюсенький слой прожаренного мяса. А все остальное, medium rare, как я хотел. Пора почувствовать себя хищником. Сочнейшая. Нежнейшая, приусловная дужа. Обалденно. Да, я знаю, что есть целая куча людей, которым нравятся стеки, приготовленные на углях, либо на сковороде. Как раз таки потому, что там слой хорошо прожаренного мяса толстый получается. Им нравится такое сочетание, когда и тонюсенькая прословочка. Это то, medium rare, или более толстое, сильно прожаренного мяса. Но мне, наверное, больше по вкусу вот либо такой вариант в сувиде, либо очень близкий к нему метод приготовления реверсир стейк, когда почти то же самое, что в сувиде, но без сувида. На канале такой ролик есть. Вот в уголочке ссылочку повешусь, не забуду. И в описании ролика тоже. Заглядывайте, смотрите. Короче, такой способ приготовления, на мой взгляд, даже для дома имеет место быть. И если вы колбасник, если вы обзавелись с сувидом, то почему бы не готовить себе стейки таким образом? Да, там долго ждать приходится, конечно. Но, с другой стороны, если вы ждете кучу гостей, если хотите стейками накормить, то почему бы сразу их не закинуть так вот в пакетах, в кастрюлю и варить так вот при нужной вам температуре. Где нужно еще кусок утащить. Извините. Обалдеть. Да. И этот ролик, этот рецепт войдет в новое издание книги. Если кто не знает, у меня в сентябре 19-го года книга вышла в издательство ОВЕСТВИЯ, так вот этот рецепт войдет в новое издание. Потому что старые экземпляры, раньше вызданные, уже кончились. На этом позвольте с вами попрощаться. Огромное спасибо за компанию. Напоминаю, что по промокоду ФРЕСКО вы можете получить скидку вот на такие замечательные ноже сомор. На все ноже соморы вы можете получить скидку по промокоду ФРЕСКО. Пользуйтесь, экономьте, наслаждайтесь вкусной едой. Спасибо за компанию. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!